Йоу, друзья, всем привет, с вами Коча, и сегодняшний видеоролик у меня будет про Хардмана, да, да, того самого смелого солдатика. Опять мне на тебя жалуются, мне пришло очень много сообщений с просьбой, чтобы я с тобой поговорил, ведь ты опять начинаешь оскорблять людей, и опять же, да, ты переходишь все рамки дозволенного, ты зачем-то накинулся на мать двоих детей, и начинаешь ей даже угрожать, пускай даже это в сатирической форме, но все равно я считаю это неприемлемо, и давайте я вам сейчас просто продемонстрирую обращение Дегтярева, а потом продолжу. Так, это видео я снимаю специально для Миши Нигматова, которого вы все знаете как блогеры Коча ТВ. Значит, прошу Мишу разместить на своем канале, почему, потому что это дело касается каждого из нас. Ребята, блогеры, девушки, ребята, все, кто занимается делом Лада Бахова, прошу вас обратить внимание вот на этого ублюдка, который опять появился снова в интернете, Хардман 2020, значит, этот урод живется в Смоленске, всем уже это известно. Значит, почему я записываю данное видео, он стал угрожать Лере, то есть конкретно угрожает он конкретными расправами физическими, вот это видео вчера было опубликовано 21 апреля 2020 года, значит, угроза идет, как раз он знает, что у Леры день рождения, у ней юбилей был вот на днях буквально, мы ее все поздравили с этим днем рождения, значит, эта скотина начала угрожать ей физической расправой, но эта мразь угрожает конкретно Лере. Значит, известно об этом уроде, то, что он проходит где-то по контракту службу в армии российской, проходит, значит, найти его очень легко, я еще напомню, что я к блогерам никогда не обращался с такими просьбами, и прошу не за себя, а как бы за женщину, которая вот действительно вот эта циничная мразь нанесла жесточайшее оскорбление, то есть ее надо застать, эту циничную мразь, и покарать. Знаете, я уже разговаривал один раз с Хагманом по поводу его оскорблений в сторону родителей Влада Бахова и самого Влада, я ему объяснил, что им сейчас не до этого, и сказал, что так поступать неправильно, я сначала выслушал его, он выслушал меня, и мы пришли к тому выводу, что не нужно трогать родителей Влада Бахова, и не нужно писать в комментариях, что я ему угрожал, вот Хагман сам подтвердит, что никаких угроз не было, мы мирно по-человечески пообщались, и я рад, что он все-таки прислушался ко мне и перестал трогать родителей Влада Бахова, потому что, опять же, одно дело, когда он оскорбляет мужчин и прекрасно понимает, что мужчины могут ему ответить за это, ну а другое дело, когда он начинает трогать родителей, у которых сейчас горе, которые не могут найти своего сына, которого, скорее всего, убили, поэтому, опять же, это неправильно, сейчас эти ролики, как я понимаю, прекрасно удалены, и это очень, на самом деле, хорошо, но вот смотри, Хармен, мне опять поступают по поводу тебя жалобы, что ты уже там начинаешь угрожать женщине, мы же с тобой разговаривали об этом, то есть, одно дело, когда ты шутишь, другое дело, когда ты оскорбляешь людей и начинаешь им угрожать, и ты это все преподносишь, как в сатирической форме, но, опять же, мне кажется, ты границы дозволенного не понимаешь, то есть, ты путаешь шутку с оскорблениями, и ты же ведь прекрасно понимаешь, что эта женщина тебе ничего не сможет сделать, то есть, у нее нет мужа, у нее двое детей, и ты начинаешь вот ей угрожать, я вот, если не ошибаюсь, я даже в твоем каком-то ролике слышал такие фразы, мол, что женщин оскорблять нельзя, но ты же сейчас сам противоречишь своим же словам, я сейчас тебя по-хорошему прошу выйти со мной на связь, ты прекрасно знаешь, как это сделать, просто вот скинь мне свой номер мобильного телефона на почту, или там опять выйди со мной в инстаграме и объясни, вот зачем ты все это сделаешь, ты просто не думаешь, что если ты снимаешь свои ролики в балаклаве, тебя невозможно будет найти, тебя можно будет найти, поверь мне, но сейчас я тебя мирно, по-человечески прошу, чтобы ты вышел со мной на связь и объяснил вот эту всю ситуацию, что это было, зачем ты это сделал, и вот то, что ты говоришь, что там не было оскорбления, но я же смотрел этот ролик, там были оскорбления. Братья и сестры, ну а с вами был Коча ТВ, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой ютуб канал и инстаграм, жмакайте на колокольчик, потому что сейчас ютуб вообще редко уведомляет вас о моих новых видеороликах, и распространяйте данный видеоролик, пусть россияне знают правду. Всем спасибо, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok